Друзья, всем привет! Как настроение? Надеюсь, новогоднее еще, хорошее. Ребят, вот отправляю ножи и хочу вам показать, какие ножи делаю. Возможно, что-то вас заинтересует, возможно, какие-то ножи вы видели, возможно, что-то дополните. С учетом ваших пожеланий можно будет сделать. Просто не всегда все есть в наличии. Как-то приходится быстро все это отправлять и не успеваю выкладывать. Тем не менее, давайте вот специально решил задержать и показать вам, что есть, что делаю. И, возможно, для себя, еще раз повторюсь, вы что-то новое найдете и мне что-то подскажете новое. Поэтому давайте по порядку. Здесь представлены, кстати, мои ножи боуи. Не самого большого размера, но, тем не менее, одни из самых таких вот популярных из разных видов стали. Ну, здесь как бы и в двух видах стали представлены. Вот, а делаю, соответственно, из разных. Давайте по порядку. Вот один из самых популярных, как бы, да, моделей. Это боуи, нож боуи из кованой стали Х-12МФ. Из кованой стали Х-12МФ с рукоятью. Давайте сейчас сюда немножко перейду, чтобы света побольше здесь как-то. С рукоятью из граба. Агрессивный клинок, как видите, из кованой стали Х-12МФ. Дол, как бы, высоко поднятые спуски для удобного реза. Это такая вот гарда, как бы, да, которая и вверх уходит, и вниз уходит. Такой вот клювик, скажем, да, рукоять Низельбер со вставочкой из G-10. То есть сама выполнена из граба с отверстием под темляк. Ну, такой нож берут охотники, такой нож берут рыбаки, такой нож берут на подарки дорогим людям, нужным людям. Поэтому тоже, с учетом ваших пожеланий, все можно сделать. Такая вот щучка, как видите, да, на кончике, да, остроконечный сделан. Для более, скажем так, удобного где-то проткнуть удобнее, да, где-то пробить удобнее шкуру, брюшко там у сетра распороть. Поэтому обращайтесь, рукоять нетравмоопасная, очень удобная. Обращайтесь, ножбовый в таком вот исполнении всегда пользуется спросом. Так, давайте сразу, раз уж Х-12, то про Х-12, ребят. Такой вот нож, кстати, этот готов. Этот вот я делаю. Здесь, как видите, чуть-чуть специального сравнения покажу. Заказчик попросил сделать чуть-чуть покороче клинок, чуть-чуть покороче клинок, да, буквально там на сантиметр. Ну и как бы, да, вот мне показалось, что как бы еще более какой-то такой с укороченным клинком относительно того, что у меня было. Как-то он чуть-чуть более, скажем так, какой-то гармоничный, что ли. Ну, тем не менее, необычный и, как бы, да, не менее рабочий. Мне понравился. Такая же гарда. Здесь, по желанию заказчика, будет насечка. Тут будет тоже пяточка сделана специально. Как бы не стал полировать, потому что еще насечку делать. И все здесь, как бы, да, подшаманивать, скажем так. Поэтому все в работе. Вот, кого-то, это змеиное дерево, кстати, на рукояти. Кого заинтересует такая моделька, тоже обращайтесь под заказ. Все можно сделать. Смотрите, как завораживают грани клиночка. Грани клиночка так завораживают и радуют глаз. Вот так вот. Такой вот красавчик тоже боуэ будет в работе. А сейчас он на промежуточном результате. Так, ребят, дальше давайте вот поподробнее вам скажу про два своих ножа боуэ. Вот этих вот, да, здесь они первый раз я делал такие рукояти. Первый раз я делал такие рукояти, как бы мне понравилось. Заказчики сразу все это дело отметили. И заказали два вот таких вот ножа боуэ. Давайте тоже поподробнее и по порядку. Первая моделька. Ну, вот это я вам уже такой клинок показывал. Это, скажем так, моя классическая моделька. Сталь Дамаск. Как видите, Дамаск тоже. Так, ребят, давайте я просто от света немножко здесь вам, наверное, как-то глаз немножко раздражает. Поэтому сюда перейдем. Смотрите, клинок выполнен из Дамаска. Ну, я думаю, вы видите уже по структуре узора, по структуре металла, да? Вы люди разбирающиеся, поэтому сами все видите. Здесь Дамаск. Остроконечный клинок. Функциональный, удобный. Ну, и, соответственно, что мне здесь, помимо всего прочего, и самому понравилось, и заказчикам. Красивая такая оформлена рукоятка. Она здесь G10 синего цвета. Мельхиор про вставочки. Костяная вставочка. Кость это рук лося. Рук лося такой чистенький, отполированный. И красивая рукоять. Здесь бормашинкой выведена специальная такая насечка. Ну, где-то для красоты. Где-то для... Пальчик лишний раз цепляется. И ничего не наминает, кстати. Удобно маневрировать, удобно держать в руке. Дальше идет, как видите, мозаичный пин. Мозаичный пин вот такой красивый, темлячный, да? Насквозь. И тоже на пятке чуть-чуть как бы сделана такая тоже выборка бормашинкой. Такой вот, ребят, ножбовый. Мне очень понравилось самому. Как бы это оформление рукояти. Поэтому тоже вот вам, скажем так, и рекомендую посмотреть. Рекомендую и к использованию. Кого заинтересует, обращайтесь. Сделаем все в лучшем виде с учетом ваших пожеланий. И, кстати, на вашем ножи вот здесь вот можно сделать на кости любой рисунок, любую тему, которая вам дорога, либо что-то вам нравится. На моем сайте, кстати, есть ножи. Здесь я делал индейцев, орлов, волков. Поэтому тоже на сайте можете все посмотреть. Кстати, вот эту вставочку можно перенести сюда на рукоять. Такой овал поставить, да? И тоже сделать. Красивый будет вариант для подарка и для коллекции, да и для работы. За столом похвалиться тоже будет неплохо. Поэтому обращайтесь. Так, ребят, вот такую сборку я тоже делал первый раз. Давайте вам поподробнее. По-моему, мелькал мне этот нож. Ну, повторение мать учения. Для новеньких, как бы, да, будет интересно. Здесь, ребят, уже клинок чуть другой, более длинный, более длинный. И, как бы, да, сама щечка увидена подальше, скажем так, к гарде. Тоже такое агрессивно смотрится, агрессивно смотрится. Тоже дамаск. Такой он дамаск. Тоже вам покажу рисунок, узоры. Гарда. Гарда везде, скажем так, однотипная. Однотипная из мельхиора. Как бы, она, как мне кажется, гармонирует с этим ножом. Вот, поэтому тоже смотрится все красиво. Проставки из G10. Дальше идет Ironwood, железное дерево. И капклена. Капклена очень хорошего цвета. Тоже мозаичный пин. И, соответственно, еще, как бы, хороший цвет у самой рукояти. Вот такой вот красавчик. Давайте я его вот так вот покажу. Переливается сама рукоять. Смотрите, как у кота кое-чего. Вот. Красивый нож. Функциональный нож. Тоже вам его рекомендую. Рукоять. Так вот сделано. Еще вам покажу. Вот такой вот нож боуя. Тоже вам рекомендую для своей коллекции, для работы, для того, чтобы где-то похвалиться. Ну, и, соответственно, в первую очередь, не в последнюю очередь, точнее, для подарка. Потому что такие ножи, как бы, имеют необычный вид. Необычный вид, скажем так, да. Красивый вид. И всегда нравится, всегда как-то они, скажем так, радуют глаз. Ребята, вот такие вот четыре красавчика. Отправляются к своим хозяевам. Один красавчик для Вячеслава, он еще в работе. А вот эти вот три отправляются к своим хозяевам в коллекции и для работы. Очень интересно. Там ребята мне присылали свои коллекции. Ребят, вот, кому заинтересовал, обращайтесь. На сайте можете посмотреть. Сайт купинож.ру. Либо заходите в Инстаграм. Там тоже есть все ссылки. Можете посмотреть и по комплектациям, и по ценам. Напишите, что понравилось, что не понравилось. И где бы вы использовали такой вот нож боуя. Кузинца Акела. Ножи. Рабочие, функциональные. Все для дела.